Всем привет! С вами Вальфрам, первый ярославский видеоблогер. Пили мы как-то с оператором, дегустировали, значит, White Lace, такой напиток, джим, очень даже неплохой, кстати, речь сегодня пойдет не о нем, а о Кока-Коле, даже о просто Коле, здесь написано Кола, аж за 21 рупий, даже не верится, 21 рупий стоит 2 литра Колы. Значит так, изготовитель, здоровые продукты, Россия, Владимирская область, Собинский район, город Лакинск. Прямо такие ассоциации с Лакинском, что там пиво раньше делали, хорошее очень, Лакинске. Сразу перед глазами всплывает образ Владимира Виноградова, общероссийского правдоруба, общероссийского нет, всероссийского правдоруба, скажем так, всероссийского. Да, у него, кстати, есть канал на Ютубе, у него аж 66 тысяч подписчиков на данный момент, можно даже подписаться на него. Красная цена 2 литра. Надо сказать, что, надо сказать, что колу и все остальные напитки, фанты, спрайты, я очень редко употребляю, вообще, очень редко. В принципе, так же, как и водку. Водку. Я даже не помню, когда последний раз употреблял, может, год, может, полтора, год назад. Видать, специально ее производят для пятерочек, пятерочки, потому что я ее купал. Так, состав, значит, вода питьевая, подготовленная, ну, это имеется в виду, что там все примеси, все отфильтрованная она, возможно, обратный осмос там, или со скважины ее там добывали. Содержит краситель, сахарный колер Е150D. 150D. В обычной кок-коре что-то я не наблюдал ее. Смесь сахарозаменителей Sweetland 200К. Вот, уже настораживает. Смесь сахарозаменителей. Значит, у нас сахарозаменителей очень много вообще, если вот так вот вдаваться в какие-то подробности. Сейчас самый лучший, самый какой-то вот такой безвредный сахарозаменитель, это стевия, стевия, растение такое, такое, стевия, и на основе его делают сахарозаменители. Даже вроде в Японии его особенно так употребляют, как-то там популяризируют эту стевию. А так, так ее эту стевию можно у вас выращивать, как комнатное растение. Она там во много раз слаще сахара, эта стевия. Да, все хочу попробовать эту стевию. У нас, кстати, в Ярославле есть какая-то видеоблогерша, которая выращивает стевию. Ее показывали даже по первому или второму каналу. Так, Свитленд 200К сахарозаменителей. Что такое под этой аббреватурой? Просле... кроется даже неизвестно. Цикламат натрия, аспартам, ацельсульфам, калия, сахарин, натрия. Не проще было добавить сахар обычный. Ароматизатор натуральный. Тип, кола, часть вторая. Тип, кола, часть вторая. Это как Терминатор 2. Это вообще кошмар какой-то. Тип, кола, часть... Не знаю, оператор с ним нет. Тип, кола, часть вторая. Сразу напоминаю, Терминатор 2 и Рэмбо 2. Это надо же такого додуматься. Тип, кола, часть 2. Содержит краситель сахарный колер А5. А5 это... Содержит краситель сахарный колер Е150D. Второй раз упоминает этот сахарный колер Е150D. И тут, значит, вначале сахарный колер Е150D. Странно очень. Регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант, бензонат натрия. Содержит источник фенилаланина. Фенилаланина, да. Кошмар. Кстати, странно. Содержит, значит, ортофосфорную кислоту. Это во всех российских кол-колах добавляют. И еще лимонную кислоту. Хотя в американских кол-колах используют только лимонную кислоту. А здесь и ортофосфорную кислоту добавили. И лимонную еще до кучи. Кошмар. Давайте откроем. Срок годности. Нет, срок производства 11.09.18. 18 часов, 18 минут. Можно желание загадывать. 18 год, 18 час и 18 минута. Три. Таких пары много. Газа много. Наливаем по принципу пива. Закрою даже глаза. Чтобы не видеть эту красную цель. Ну и все такое вот так. Можно сказать. Можно сказать, что это напиток с ароматом кока-колы. Чем-то он похож на пепси-колу. Нет экстрактивности какой-то. Нет ощущения, что ты пьешь кока-колу. Вообще никакого. Какая-то жалкая подделка на кока-колу. Какой-то отдаленный аромат, действительно. Даже не знаю, кто будет покупать этот напиток. Когда вот пробуешь, сразу вот такой вкус, какой-то расплывчатый, размытый кока-колы. Как будто какие-то чаны или какие-то бочки прополоскали в кока-коле. И вот сделали этот напиток вообще. Очень плохой напиток. Кошмакный. Вообще бы не рекомендовал его вообще покупать никогда. И вообще бы рекомендовал запретить его производить этот напиток. С вами был Вальфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, присылайте, комментируйте. И дальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok